Всем привет! Меня зовут Женя. Добро пожаловать на мой YouTube-канал. Как вам одна моя сторона цветная? Почему она одна? Потому что у меня одна RGB цветовая пушка. Вот этой RGB лампой цветной я могу сделать свет только с одной стороны, а со второй стороны у меня пусто. Надо, получается, купить ещё один штатив и одну такую же пушку цветную. В общем, сегодня у нас будет разговор про секонд-хенды. Вообще, я изначально всё время относилась к секонд-хендам как к чему-то второсортному, честно скажу. Я относилась к этому так, что фу, что я буду за кем-то донашивать вещи, они какие-то все потрёпанные, некрасивые, там, после кого-то и так далее. И каждый раз, когда я проходила мимо секонд-хендов, мне почему-то всегда всё время казалось, что фу, отвращение постоянно чувствовала. Ну, неприязнь была у меня к этому, и я как-то во всё это не верила. Вот. Но потом, я недавно увидела у блогера, который тоже ходит в секонд-хенды, там, оказывается, не только всё БУ. Там, то есть, там есть те вещи, которые, допустим, из прошлых коллекций у магазинов, например, остались, и они их просто распродают подешевле в секонд-хенды. Те же самые, там, H&M, Zara и так далее, все непродатые коллекции, они отдают в эти магазины. И то есть вещи абсолютно новые, просто они не куплены были кем-либо, и их отдали на повторную продажу. И я решила зайти. В моём городе это местный секонд-хенд, и, в общем, я зашла туда, а там цены такие, знаете, как в обычном нормальном магазине, то есть кофта, там, 1199, потом штаны тоже 1199, то есть не прям так дёшево, я бы сказала, такие цены, не дешёвые у них там, но там есть такая штука, что каждый день какая-то скидка есть, то есть скидка 30%, скидка 40%, скидка 60% и до 90% доходит. То есть каждый день разная скидка, и скидка увеличивается. В какой-то дни завоз там скидки нет, в какие-то дни, допустим, всё разное. Я там смотрела, то ли кофты там за 800 рублей, и приплюсовать скидку от 700 рублей до 90%, это буквально за 50 рублей можно купить кофту там и так далее. И в какой-то из дней недавно мы зашли в магазин, как раз-таки в этот мегахенд, и закупились вещами со скидкой 60%. У меня даже есть чеки всех вещей, которые мы купили, и я могу точную сумму вам сказать. Давайте тогда начну с первой вещи. Первая вещь — это рубашка вот эта, голубая, в полосочку, вот такая. Это рубашка в таком, знаете, классическом стиле. Она достаточно приятная, но бывает такая ткань, которая очень сильно мнётся, это не такая ткань. Ты эту ткань гладишь, носишь, и она у тебя не мнётся от одного его использования. То есть от одной носки плохо не станет этой ткани. То есть можно спокойно носить её. Сейчас скажу, сколько она стоила. Эта рубашка стоила 799, если бы она была без скидки. Со скидкой 60% она у меня вышла 320 рублей. На ней совершенно нет катушек, на ней совершенно нет ниток. Она выглядит как абсолютно новая. Никаких дырок, никаких пятен. То есть эта рубашка не была ношена абсолютно совсем. Сейчас посмотрим, какой это бренд. Джерри Вебер. Кто шарит за бренд одежды, скажите, хорошая эта фирма или нет. Абсолютно новая, видите, никаких дырочек, ничего нету. Даже все пуговички не потёрты, ничего. То есть это абсолютно новая. Следующая рубашка тоже, по-моему, она стоила 799 рублей. Со скидкой она мне вышла за 320. Вот такая красная клетчатая рубашка с двумя кармашками. Достаточно приятный материал, но она мнётся, как видите. Не собирает мусор, приятная, но в ней жарковато, я бы сказала. Здесь материал хлопок, но в ней жарковато. То есть летом-летом прям совсем её носить не получится, потому что я спарюсь в ней. Насчёт использования её до меня, честно, не знаю. Возможно, кто-то носил её до меня, потому что она не выглядит как новая, к сожалению. Но она всё равно была крутая за 300 рублей. Ладно, мне не жалко. Смотрите, это H&M. Ну да, выглядит она как будто ношеная, но всё равно крутая. H&M, тем более, у нас в России закрыт. Так что это просто самородок. Вторая клетчатая рубашка от бренда Esmara. Размер 36, либо 38, тут непонятно. Здесь тоже такой приятный материал. Без катушек. Эта рубашка стоила 899 рублей. По скидке она мне вышла в 360 рублей. Тоже такая красная рубашка, приятная, уже с одним кармашком. Тоже клетчатая такая, знаете... Такая атмосфера ковбойская уже больше. Лесорубская. Лесорубская, да. Кто смотрел фильм... Как назывался вот этот фильм про двоих мужиков, которые чуть не убили студентов? Нет. Фильм, когда студенты сами себя поднаучили, увидели двух леса... леса... лесника каких-то, блин, которые сами себя убили, студенты вот эти. Я их, как их зовут. Напишу здесь где-нибудь. Насчёт ношенности скажу. Скорее всего, возможно, она была ношеная. Возможно. А возможно, она и была в каком-нибудь бутике, который её не продали. И отправили на мегахенд, но... Я, честно, не знаю. Тут 50 на 50. Покажу вам ещё штаны, которые я купила за 400 рублей. Они из H&M. Из какой-то коллекции GP, J.J.Baker. Они абсолютно новые. То есть они не ношеные. Тут резинка абсолютно новая. Вот эти бирки тоже все новые. Ничего не поцарапалось, не покоцалось, не ношеная. Вот так вот они выглядят. Я называю эти штаны взрыв эстероида, потому что они такие яркие какие-то. Я обычно ношу штаны однотонные, либо чёрные, либо какие-нибудь бежевые, либо тёмно-синие, либо ещё какие-нибудь. Но чтобы вот с узорами, такого я никогда не носила. Но они такие удобные. Они такие, знаете, какие-то хлопковые. Я решила их просто взять и не париться. Тут, короче, обманка. Тут не настоящие карманы. И здесь карманы... Ну, здесь настоящие впереди карманы, зале нет. Сейчас покажу, как они выглядят. Они такие удобные. Они очень удобные, что их яркость можно, в принципе, простить и ходить с ними и пофиг. КРС. Тем более за 400 рублей. Ещё одни штаны от фирмы DUNIS. Размер XS. Они тоже выглядят как абсолютно новые, как неношенные. Здесь тоже резинка. Это уже, знаете, такой летний вариант. Они, кстати, мне даже короткие. Видите? Я их решила взять, потому что, во-первых, мне штаны очень проблематично покупать, потому что я маленького роста. Кот. В общем, в большинстве случаев мне приходится подшивать штаны. Это тоже немножко неприятно. Вот. А эти штаны, во-первых, мне подошли. На лето будут вообще супер выглядеть. Во-первых, они дешёвые. Во-вторых, хлопковые, приятные. В них точно не будет жарко. Покажу ещё одну мою рубашку, которую я купила в Second. Она просто офигенная, но я её испоганила. Тут такая мягкая ткань, а я её отправила стираться в машинку вместе со всеми вещами. И она, видите? Видите, вот это всё испортилось. Но она была очень офигенная. Она, по-моему, 1200 стоила. По скидке я её купила за 450 рублей. Сейчас скажу. Я её купила за 480 рублей. И её выкинуть в мусорку только. Вот. Вот тут все бирки срезали. Видимо, она была ношеная. Но она была очень в хорошем качестве. Сейчас покажу. Ну, короче, рубашка испорчена. Видно, да? В общем, её только выкидывать и остаётся. 500 рублей в мусорку. Ё-моё. Ладно, в общем, ребят, ставьте лайки, оставляйте комментарии. Пишите про свои удачные покупки Second. Пишите про неудачные. Вот. Будет интересно почитать. Интересно с вами пообщаться. Спасибо большое за просмотр. Ставьте лайки, оставляйте комментарии. Как вам мой фон? Красиво, некрасиво? Всё. До новых встреч. Пока-пока.